Алексей, наконец-то я покажу вам фильм про ГУЛАГ Вы видите настоящих людей, это съемки велись в нашей бабушке Вы ненавидите Гитлера, я понимаю за что, но вы почему-то не ненавидите Сталина Сталин уничтожал нас по-хлеще Гитлера ГУЛАГ был страной внутри страны, со своими правилами ГУЛАГ Эту фильм я взяла в ютубе, вы можете его посмотреть Вон, Соловки Политические заключенные попадали на Соловки, начиная с 1923 года Что это, настоящие снимки, съемки Тут политические заключенные едут Никакой Гитлер их не посылал Они умирают от руки своего собственного правителя Как и каково это? Вы считаете это не так сильно обидно, как если Гитлер пришел убивать? В июне 1923 года я принял пароходом I disembarked в Соловки 18 лет, представляете? В 18 лет попасть на Соловки, просто подумайте Я приехал на нем Парси В том числе Меншевики Революционные социалисты Анархисты Видите, все опадали Небольшая куча уголовников, все остальные были просто политические Вы можете забыть все свои права, которые остались там, на той земле Здесь у нас свои собственные правила В наше право считается за побег короче к заключенным привязывали бревна и скидывали их там сколько там 300 ступенек то есть к моменту когда это он с бревном закатиться вниз то просто было кровавое месиво жду от вас россияне реакцию даже не то что кто там евреи или там немцы или украинцы мы скатывались каждый из нас наша кровинушка там скатывалась каждый из нас там 20 миллионов признана признана прошло через гулаги 20 миллионов в каждой семье есть человек который скатил с этой лестнице следили за всеми это бывшие кримин уголовники 10 процентов признан были как раз уголовники и именно они следили за всеми порядком уголовники за политическими никаких никаких прав женщины никаких прав они были просто сексуальным объектом эти наши это вот наши бабушки я просто смотрю я в шоке все это показано сначала двадцать третьем году было две тысячи этих признан а через год или через два уже 20 тысяч то есть прибавлялась за год 10 20 тысяч за год представляете и вот так они жили как быдло как животные но у вас конечно никаких претензий к этому нет вы историю не изучаете вам это не интересно чека чека помните чека на них не распространяясь никакие права то есть они могут делать все что хотят филикс чеченский астана держит стал дежитский правил он глава чека провел одиннадцать лет в тюрьме ему 40 лет вот видите он жуткий убийца садист террориста и этим то есть ленин его направил в эту ситуацию то все было согласие и с пристальным вниманием ленина и филикс дежитский был главой чека управлял чека а ленин управлял филиксом дежитский то есть все что делал дело чека делаешь и считай ваш ленин он был даже выше коммунистической партии 2 2000 шпионов было раз везде были шпионы шпионы докладывали на тех кто не согласен с властью красный террор не белый террор а красный террор вот они все выносят 15 тысяч убитых весну осенью 18 года красный террор слышали но с первый концлагерь 1918 год первый концлагерь на нас нападают другие страны нам нужно защищаться и чека находил чекисты находили тех людей которые предавали страну голубая кровь социал-демократы анархисты всех выставали концлагерь какие там технологии да какие технологии когда можно взять человек и заставить его бить молотком жаль что не показывают как скидывают царский флаг как его сжигают вот в россии они взяли царский флаг да ну вот вы же скидывали вот видите колокола и эти памятники царям Вот жаль, что они показывают, как Сталин сжигал триколор, как Ленин сжигал триколор. Как вы могли взять триколор сейчас? Тысячи священников отослали тоже на эти трудовые лагеря. За что им трудиться, не знаю, бедные священники. Продолжение следует...